МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, уважаем телезрители, в эфире новости на канале таджикского телевидения в студии Улухбек Салимбек Задель. И к основным новостям к этому часу. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Олег Рахмон, подписал ряд законов, в том числе Законы Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнения в Уголовный кодекс. Кодекс об административных правонарушениях и Налоговый кодекс Закона Республики Таджикистан об образовании и об внутреннем аудите в организациях государственного сектора. Внесенные дополнения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях Республики Таджикистан направлены на предотвращение и борьбу против преступлений и административных правонарушений, которые совершаются с целью возбуждения национальной, расовой, местнической и религиозной ненависти и неприязни. Поправки и дополнения в законы Республики Таджикистан о внутреннем аудите в организациях государственного сектора нацелены на совершенствование правил проведения аудиторских заданий, создание и укрепление внутренних аудиторских единиц и государственных организаций, а также на сотрудничество внутреннего и внешнего аудитов. Подписаны законы направлены на развитие социально-экономических сфер предпринимательства, совершенствование налоговой системы внутреннего аудита, предотвращение и борьбу с преступностью и в целом на укрепление законности и улучшение жизни народа. В последние годы произошел мощный скачок в области медицины, и в нашей стране внедряются новые технологии и появляются новые методы лечения. Если ранее зарубежные специалисты приезжали в республику для проведения операции в средствах в условиях офф-пам, то в настоящее время отечественные кардиокирурги, пройдя стажировку в ведущих клиниках мира, могут проводить подобные операции в нашей стране. Сегодня основатель мира и национального единства лидер нации, президент Республики Таджикистана Мули Рахмон и президента Арабских Объединенных Эмиратов шейху Халифа Бин Зайду Иль Нахайн обменялись поздравительным телеграммем по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами. И в поздравительном телеграмме президента Республики Таджикистана Мули Рахмона президента Арабских Эмиратов шейху Халифа Бин Зайду Иль Нахайн говорится Ваше Высочество, с большим удовольствием поздравляю вас по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Республикой Таджикистан и Объединенными Арабскими Эмиратами. Таджийская сторона выражает удовлетворение тем, что за эти годы отношения дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами поэтапно развивались, охватывая различные сферы взаимных интересов. Убежден, что мы совместными последовательными усилиями впредь будем расширять добрые связи двух стран, обогащая их новым содержанием в соответствии с коренными интересами наших народов. Пользуясь приятной возможностью, желаю вам крепкого здоровья и счастья, дружескому братскому народу Объединенных Арабских Эмиратов, мира, благополучия и процветания. Прошу принять ваше уверение, в глубоком к вам уважении и наилучшие пожеланиям ваш адрес. В поздравительной телеграмме президента Объединенных Арабских Эмиратов, шейха Халифа Бинзайда Аль-Нахайна, президенту Республики Таджикистан, Эммуль Рахмону, говорится. Наилучшие приветствия, для меня большая честь и удовольствие выразить искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Объединенными Арабскими Эмиратами и Республикой Таджикистан. И вашему превосходительству здоровья и счастья о правительстве и дружескому народу Республики Таджикистан дальнейшего прогресса и процветания. Примите мои искренние к вам чувства уважения и почтения по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Республикой Таджикистан и Объединенными Арабскими Эмиратами. Поздравительные послания в адрес лидера нации также поступили от имени вице-президента, премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов и правителя Дубая, шейха Мухаммада Бинрашида Аль-Мактума, а также наследного принца Абудаби, заместителя Верховного Главнокомандующего вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов, шейха Мухаммада Бинзайда Аль-Нахайна. Ну и последние годы произошел мощный скачок в области медицины. В нашей стране внедряются новые технологии и появляются новые методы лечения. Если ранее зарубежные специалисты приезжали в Республику для проведения операции на работающем сердце, то в настоящее время отечественные кардиохирурги, пройдя стажировку в ведущих клиниках мира, могут проводить подобные операции в нашей стране. Республиканский научный центр сердечно-сосудистой хирургии в нашей республике является головным центром, где оказывается специализированная высокотехнологическая помощь пациентам, страдающим различными заболеваниями сердечно-сосудистой системы, пациенты больные, которые имеют патологию бушной полости, пациенты больные, которые страдают различными патологиями, связанными с сосудами. В направлении кардиохирургии в нашем центре функционируют три отделения, которые оказывают помощь. Это отделение детской кардиохирургии, взрослой кардиохирургии, отделение рентген-эндовасклюарной хирургии. Сарахун Хайдаров боролся более 10 лет с сердечным недугом и неоднократно обращался в различные зарубежные клиники. Но из-за непомерной высокой стоимости операции на сердце он не имел возможности лечения. И вот в республике появилась возможность получить высококвалифицированную помощь на работающем сердце. 69-летнему пациенту было проведено аортокоронарное и мамарокоронарное шунтирование, вследствие чего восстановлены 4 ведущих артерии сердца. У другой пациентки Бибенисо Давыдовой после замены митрального клапана на биологический в 66 лет появилась возможность не зависеть от медикаментов, постоянного наблюдения у специалистов и вести полноценный образ жизни. Отделение детской кардиохирургии пациенты с различными врожденными пороками сердца проводится в последние годы. Количество сложных операций увеличилось. Пациенты, много категорий пациентов, болезней, которые сейчас нет необходимости выезжать за пределы республики. Также в данном центре проводят операции и устраняют самые сложные пороки сердца у самых маленьких пациентов. Размеры детского сердца настолько малы, что работа кардиохирурга должна быть ювелирной. Сложный порок сердца Тетрадофало встречаются у одного из тысяч новорожденных. В их число попал и маленький Абдугафор. И этот неутешительный диагноз в течение 4 лет жизни лишал ребенка простых детских радостей. При рождении моему сыну поставили диагноз врожденный порок сердца Тетрадофало. Он не мог долго ходить, о беге уже не шло речи. Сильная дышка, кожный покров ребенка синел. Каждый день для нас это была война с коварным врагом, пороком сердца. Но благодаря умению врачей центра нам подарили второй шанс. Эндоваскулярные операции появились относительно недавно. Но благодаря невероятному прогрессу современных технологий уже заняли достойное место в арсенале кардиохирургии. Сегодня все чаще врачи используют тоненькие катетеры, на концах которых монтированы баллончики, заплаты или расширяющиеся трубочки. С помощью катетера их проводят в полосердце или в просвет сосуда. Затем, расширяя баллончик, давлением расширяют суженный сосуд. Или, напротив, открывая зонтик за платом, дефект этот закрывают. И впервые ангиографической системой в центре пациенту был установлен стендграф на аорту. За ходом таких операций врачи следят на экране монитора и четко контролируют все манипуляции. Преимущество таких операций не только меньшая травматичность, но и высокая безопасность и эффективность. В нашей клинике проводятся такие операции. И, можно сказать, это новое во всем мире вообще считается новое для лечения больных с аритмиями сердца. Проводятся электрофизиологические исследования и являться тем больным, у которых уже вот эта лекарственная терапия неэффективна. Не только в центре, но и в республике впервые появилась возможность без лишних разрезов проводить лечение и диагностические манипуляции большинства патологий печени и желчевыводящих путей. Нашим центром был приобретен оперативный дуоноскоп. Он единственный в республике, который позволяет проводить различные манипуляции. С помощью данной стойки без лишних разрезов проводятся реконструктивные операции на общежелочных протоках при таких патологиях, как желчнокаменная болезнь при различных структурах. Республиканский научный центр сердечно-сосудистой хирургии – это созвездие уникальных врачей. Это центр, где ежедневно идет работа с применением просто невероятных технологий по спасению человеческих жизней. Сердечная хирургия считается высшим пилотажем. Вершиной хирургии – но это еще и огромная ответственность. Каждое движение кардиохирурга должно быть выверено. Ведь любая неточность может привести к фатальным непоправимым последствиям. На современном этапе развития общества потребность населения в услугах кардиослужбы огромна. Чтобы снизить смертность и, как мы говорим, инвалидизацию от сердечно-сосудистых заболеваний по стандартам ВОЗ, нужно на 1 миллион населения ежегодно выполнять 1000-1100 операций. На сердце Негора Рахимова, Рану Азизи, Бахридин Зоиров, телевидение Таджикистан. Уважаемые зрители, это была вся информация, подготовленная к этому час нашими коллегами. Мы не прощаемся с вами, оставайтесь с нами на нашем канале и до встречи.